Всем доброго времени суток. Сегодня делаю свой субъективный отзыв, рассказываю вам свое личное мнение о продукте под названием Moroccan Oil. Без разницы облегченная версия или обычная, на мой взгляд свойства очень близкие. И хочу просто вам для тех, кто еще не покупал, поделиться своими впечатлениями, просто примите к сведению как бы как еще одно мнение. Абсолютно вы не обязаны ему следовать. Мое мнение, как и любое другое мнение, основано только на моем опыте и очень субъективное. И я на самом деле стараюсь судить о продуктах без предубеждений, просто использовать, смотреть на результаты, потом уже все это обдумывать, чтобы мой отзыв был максимально честным. Всем, у кого уже есть этот продукт, отзыв, я думаю, не будет интересным, потому что намного важнее, что вы думаете об этом продукте сами. И напишите, если вы пробовали, внизу в комментариях, для того, чтобы люди, которые еще не пробовали, могли сравнить разные-разные мнения и получить более достоверную картину. Значит, я попробовала этот продукт довольно давно, наверное, больше месяца назад, как и тысячи других людей на выставке Интершарм. Я получила вот такие вот два пробника по 10 мл. Пробники огромные, обычной версии классической и облегченной. Этот продукт, это такое, как оно считается, масло. На самом деле масло там далеко не в начальном составе, просто эта штука имеет масляную консистенцию. Значит, в чем смысл, как бы, какова легенда? Moroccan Oil, масло органии или органа, или органиевое масло, органовое масло. Огромное количество в прессе и в рекламных статьях разных названий и разных произношений. В общем, масло органа или органии. Это питательное масло, которое ухаживает за волосами и кожей. Считается одним из трех таких богатств Марокко. И, собственно, компания, одна из компаний, которая производит свою продукцию в Израиле, выпустила вот такие вот дорогостоящие, надо сказать, масла. Мои впечатления. Ну, волосы становятся мягче, приятнее, снимается вот этот вот эффект одувана. Знаете, вот у меня вьющиеся сухие волосы, поэтому часто они, особенно вот здесь вот, бывают такими торчащими в разные стороны, такими как бы застывшими, неопрятными. Вот эта штука снимает данный эффект. Наносится на влажные, либо мокрые, либо чуть влажные волосы, как вам больше нравится. На сухие волосы никто не советует наносить. И мои впечатления, ну, я не в восторге. То есть, учитывая стоимость, там, крупного пузырька в районе двух тысяч рублей, я не могу сказать, что это суперэффект. На мой взгляд, эффект вполне сравним с обычными несмываемыми вот такими вот средствами или просто косметическими маслами, если нанести совсем каплю. Ну, может быть, чуть лучше. Ну, вот, не критичная разница, на самом деле. Никаким образом это средство не спасло мои волосы. И поскольку именно компания раздавала эти тестеры, я уверена, что качество точно не хуже, так как этот тестер качество совершенно точно не хуже, чем будет в полном объеме, если не лучше, в рекламных целях, да. И, значит, сначала я составила свое мнение, несмотря на никакие отзывы, кроме, там, каких-то старых в двух словах от американских блогерш и мнения Вики 3000. И вот, собственно, я не вижу, как вот некоторые девушки мне писали, что там с двух применений это масло спасло мои волосы. Ну, извините, мои волосы оно не спасло. Либо со мной что-то не так, либо вам очень повезло. Вот. Ну, эффект есть, эффект приятный, но эффект не супер-вау, и, наверное, никто не сможет из моих знакомых заметить, что что-то там не так с моими волосами, что-то изменилось, что они стали какими-то более ухоженными или более блестящими. То есть, на мой взгляд, эффект только косметический, и долгосрочного эффекта нет. Потом я обратила внимание на состав. Значит, состав такой у нас. Циклометикон, диметикон. Это два самых популярных силикона, которые встречаются в подобных и подобных несмываемых средствах, шамфунях и бальзамах. И силикон как бы делает волосы более гладкими, блестящими. Ну, наверное, может быть, закрывает чешуйки, в общем, придает ухоженный вид волосам. Дальше уже само масло органии, ароматизатор. Далее идет экстракт льняного семени. Дальше пара химических компонентов. И далее только красители и отдушки. Фактически, если мы хорошо подумаем об этом, на первом и втором месте два силикона, которые вот в этих вот подобных средствах, любых, тоже есть в составе на первых местах. Просто и здесь, и здесь на первом месте вода, а потом уже вот эти вот самые два силикона. И вот в этих вот средствах есть алкоголь для того, чтобы смешивать в немасляную структуру вот эти вот силикон с маслами. Масла в этих штуках тоже есть. Обычно гидролизованное касторовое масло. Или некоторые другие масла. Я имею в виду, конечно, не только эти два, а практически во всех марках состав подобных спреев и кремов для волос практически одинаковый. И он крайне близок к вот этой штуке. Органовое масло и масло льна. Это очень полезные масла, но никакого суперэффекта у них не может быть, потому что это всего лишь одни из самых полезных и богатых витаминами, минералами, аминокислотами масел для волос и для кожи. То есть фактически эффект можно сравнить и с касторовым маслом, и с кокосовым маслом. Льняное масло, которое в составе вполне вообще доступно и продается в аптеках довольно дешево. Его можно и принимать внутрь, как бы пить, использовать в салаты. То есть фактически можно заменить органиевое масло любым другим, на мой взгляд. И очень питательное, хорошее для волос есть масло авокадо. Существует масло кокоса, которое веками используется просто в другой стране, не в Марокко, а обычно в Индии, Таиланде и так далее, для волос. И на самом деле, произведя исследования этой области, если вы зайдете на сайты, которые посвящены маслам, ценности полезных масел, которые вот это все анализируют и как бы вот что-то вроде масляной энциклопедии найдете, вы увидите, что самое ценное для кожи и волос масло не органии, а масло макадамии. И как бы масло органии не на первом месте, и нет в нем ничего такого запредельного. То есть фактически вот эта штука, это примерно то же самое, что вот эта, только в нем не касторовое, какое-нибудь там кокосовое и так далее масло, а именно масло органии и масло льняного семени, масло льна. И вот в этих штуках есть вода, а в той воды нет. А в остальном состав очень-очень близок. Только вот эти штуки стоят 150 рублей за огромную банку, а вот эта штука стоит за баночку поменьше. Ну, конечно, расход тоже вещь сомнительная. Консультанты говорят, что вот этой штуке нужно довольно много. Сейчас вам покажу сам вид. Вот так вот выглядит масло в облегченной версии. Оно менее вязкое и менее пачкает волосы. Обычная версия выглядит намного более рыжей. И еще одно различие вот у этой штуки и всех подобных, то что зачем-то, по непонятной причине, и я на самом деле очень ругаю производителя за это, производитель запихнул туда, помимо роскошного ароматизатора, ужасный краситель. Зачем? Никакого эффекта от этого рыжего красителя, кроме того, что блондинки не могут пользоваться им, и того, что, наверное, это типа круче производит впечатление на покупателя, у этого рыжего красителя нет. То есть фактически вы используете его на волосы, и краситель там просто вот лишнее звено, зачем-то запихнуто в состав, и этот краситель не дает ничего положительного, кроме того, что рыжит и желтит ваши волосы. Я не понимаю, зачем он там, и лучше бы на самом деле его вообще туда не добавляли, на мой взгляд. В общем, эффект очень хороший, но тем не менее он сравним вполне с такими спреями, кремами и гелями, такими силиконовыми, например, как есть у Avon, у L'Oreal, у Estelle и так далее. То есть ничего какого-то там супер-мега-чуда, ничего кардинально нового создатели не придумали на самом деле, просто они грамотно пропихивают свой продукт и делают его люксовым. Таким образом, всем людям, у которых есть финансы, которые занимаются производством и промоутом, я предлагаю вам создать Russian Oil или Siberian Oil, и точно так же, как люксовый продукт, продавать силиконы в составе с каким-то из наших масел, каким-нибудь кедровым, облепиховым. Облепиховое масло тоже имеет прекрасное действие на волосы, и оно рыжее, как и Moroccan Oil. Ну то есть, что я хочу сказать, продукт хороший, хорошо ухаживает за волосами, но я не могу сказать, что он инновационный и на порядок лучше, чем обычные какие-то средства, дешевые, не пафосные, за которыми не нужно долго бегать и заказывать через интернет, или платить в 500 раз на роже в салоне. Мне кажется, ничего в Supermega нового нет. Аналог вы можете сделать из зубового крема, типа Sansolk, Pantene, Herbal Essences, или что-то еще, или L'Oreal. Просто чуть меньше, чем обычная порция наносите, и добавляете одну каплю масла авокадо, масла кокоса, масла, не знаю, чего-нибудь, какое-нибудь косметическое, полезное для волос масло, получаете, на мой субъективный взгляд, тот же эффект. Вот такой вот мой отзыв. Наверное, кому-то он не понравится, кому-то понравится, но я на самом деле просто не хочу, чтобы люди потратили кучу денег, ожидая какой-то вау-эффект, потому что, ну, я не заметила вау-эффекта, может быть, это лично на моих волосах только отражается. Просто дело в том, что у меня большой опыт ухода за волосами с помощью масел, и я знаю, что это такое, и даже, наверное, лучший эффект на волосы окажет, если вы на кончике волос на ночь нанесете немного масла авокадо или масла жужуба, и смоете на утро шампунем, мне кажется, будет более полезно, чем просто силиконы и просто немного масла. В общем, да, я надеюсь, когда-нибудь в России тоже появится такой продукт, где будут аналогичные вещи в составе, просто какое-нибудь наше русское местное масло с народным колоритом. Это было очень классно, если бы кто-то догадался наконец-то до этого и вложил в это деньги. Дарю идею потенциальным меценатам, и всем спасибо за просмотр, всем пока!